Здравствуйте, меня зовут Анна Муравьева. Этот канал мой дневник садовода. Иду убирать зимние укрытия с хвойных. Приглашаю вас посмотреть, помогла ли защита и как сейчас выглядят растения. Весна у нас в этом году ранняя и стремительная. Температура воздуха уже поднималась выше 20 градусов. Снег у меня в саду полностью растаял к середине апреля. Зацвели луковичные. Как понять, что хвойные уже можно открывать? Я наблюдаю за одуванчиками на участке. У них стержневой корень, уходящий на большую глубину. Жду, когда сорняк пойдет в рост. Это значит, что земля полностью оттаяла и начала прогреваться. Корневая растений работает, всасывает воду, и они больше не нуждаются в защите от солнца. Первый тип укрытия – притяночная сетка по шалашу из прямых металлических опор. Одновременно хорошо работает и от снеговой нагрузки, и от иссушения хвои солнцем. Легко установить, собрать и хранить. Те материалы служат мне уже не первый год. Туя западная, сорт Холмструп. Посадка осени прошлого года. Макушка и все веточки в целости и сохранности. Цвет хвой насыщенный, зеленый. Кора ствола без повреждений. Есть пара голых веточек у основания. Возможно, это еще с прошлого года. На канале есть обзор этой туи и других хвойных из осенней посадки. Можно посмотреть и сравнить состояние растения осенью и сейчас весной. С южной стороны у макушки две веточки с измененным оливковым цветом хвои. Причина пока непонятна, буду наблюдать. Возможно, в этом месте сетка была прижата к хвое. Тот же тип укрытия шалаш, только с мешковиной. Она выглядит зимой намного естественнее при теночной сетке. Со всеми задачами справляется отлично. Ее минус намокает от дождя и мокрого снега и из-за этого плохо пропускает воздух. Становится тяжелый. Тоя западная сорт Бробек Тауэр. Еще совсем малышка и это ее первая зима у меня. Поэтому получила защиту и от снега, и от ветра, и от солнца. По-моему, все прошло отлично. Крона цела. Хвоя уже вернула зеленый цвет. На зиму она становится бурой. Значит, вегетация началась, то ей все нравится. Тщательно осматриваю и ощупываю каждую подозрительную веточку. Они у этого карликового растения на вес золота. Потеряешь, потом годами будешь новую ждать. В целом я зимовкой этого растения довольна. Укрытие сеткой по дугам. Подходит для защиты невысоких широких растений. При использовании минимум четырех дуг очень устойчиво и надежно. Несмотря на большую поверхность сверху, выдерживает большие навалы снега, даже мокрого. Сетку прикрепляю канцелярскими прищепками. Никаким ветром не оторвать. Проверено уже не одну зиму. Под укрытием много воздуха. Это важно для любителей подпревать. Например, можжевельников. Им нужно, чтобы все дышало и проветривалось. Минус укрытие. Такие дуги очень громоздкие. Требуют много места для хранения. Можжевельник скальный Blue Heaven. Редкий сорт. Попал ко мне в прошлом году измученным, ославшим после плохого содержания в садовом центре. Засохшие ветки в нижней части и внутри кроны. Трещины на стволе. Это все с прошлого года. Но и нечего было и думать в таком состоянии оставлять его в зиму без укрытия. Весеннее солнце его бы добило. Придется повозиться с бедолагой. Будем наращивать в первую очередь корневую. Обрезка кроны только санитарная. Очень внимательно буду следить, чтобы не напали болезни и вредители. Важно будет быстро среагировать. Снова дуги. Теперь с мешковиной. Можжевельник скальный Moon Glow. Посажен в мае прошлого года и успел укорениться и дать пусть и небольшие приросты. Несмотря на это, решил подстраховаться и укрыть растение. Хуже от этого еще никому не было. Можжевельник вышел из зимы, как будто ее и не было. Внутри кроны много сухих веточек. Это нормально для хвойных. При недостатке света хвоя отмирает. Стволики чистые, без смол течения и повреждений. Немного меня беспокоят засохшие нижние ветки. Это может быть признаком заболевания. Буду наблюдать. Но в целом результат зимовки меня радует. Идем дальше. Дуги и сетка укрыли от разломов снегом сосну обыкновенную сорт аурея. Из нее я хочу создать неваки. Рядом дорожка, с которой зимой счищается снег. И тем, кто чистит, все равно, что здесь посажено. Растение выставлено на формирующую опору. Уже заложен наклон ствола, первый изгиб и направление нижних ветвей. Любое их повреждение приведет не просто к потере декоративности. Может рухнуть вообще вся задумка. Сосна у меня растет четвертый год. Хорошо утолщила ствол. Развивается быстро. В мае проведу важный этап формировки. Перевершинивание на новую макушку. Снесу минимум третью часть растения. Подпишитесь на канал. Будет интересно. Дуги и сетка отлично защитили от невзгод ель сербскую Golden Rain. Благодаря укрытию хвойное вообще не заметило зимы. Мне кажется, даже подросло. Но верхние веточки так точно. Саженец совсем молодой. Ветки тонкие, хрупкие. Без домика превратил бы снег ель в лепешку. Особенно уязвима прививка. Еще не до конца сросшееся место соединения привоя и подвоя. Если растение ломается здесь, вместо сортовой ели вырастет обыкновенная или совсем погибнет. Как же мне нравится хвоя этой ели? Яркая желто-зеленая с серебристой изнанкой. Мягкая. Очень жду молодого прироста. Он должен быть ярко-желтого цвета. Почки на кончиках ветвей выглядят живыми и здоровыми. Это радует. Есть и другие хвойные, которые были укрыты этим способом. Давно живущие в саду и новички. Все перезимовали отлично. Без поломок, подпреваний и ожогов. Покажу всех постепенно в следующих видео. Для самых маленьких идеально подходит укрытие пластиковым ящиком. Огромный плюс, что не нужно ничего втыкать в землю и можно накрыть растение в самый последний момент по замерзшей земле. Еле обыкновенная сорт фарманек. Посадка прошлой осени. Саженец маленький с очень слабой корневой. Без укрытия его бы вырвало ветром или сломало снегом. А под ящиком прекрасно перезимовал. Кроны цела, все веточки на месте. У растения практически нет штамба. Закрепить на опору его сложно. Ящик зафиксировал ель, не давая болтаться. Отличный вариант для селившихся форм растений в первой зимовке. Хвоя выглядит сочной, зеленой, почки живы. Ни подпревание, ни подгорание. Я очень довольна. Чтобы ящик не унесло и не сдвинуло ураганным ветром, кладу сверху камень. Это еще и дополнительная притенка на солнечном месте. Ель колючая. Рубитиар дропс. Посадка прошлого года. На первый взгляд все в порядке. Разломов нет. Крона цела. Цвет хвои по сорту. В целом ель выглядит прекрасно. Смущает меня вид почек. Есть и явно засохшие. Есть под вопросом. Вот здесь большое скопление выглядит подозрительно. Центральная точно повреждена. Боковые вроде держатся, но цвет тусклый. Будем наблюдать. Самое ценное в этом сорте шишечки ярко-малинового цвета на концах побегов. Надеюсь, мне повезет увидеть их уже этой весной. Но я уже очень рада, что растение просто живо. Ель обыкновенная уайлд стробери. Супер карлик. Посадка прошлого года. Укрыта от разломов и выпривания. Крона плотная и мокрый снег может причинить вред. Особенно молодому растению. Выглядит ель просто супер. Ну как игрушечная. Хочется максимально ее сохранить. Крона цела. Хвоя не в основании, не внутри, не подпрела. Только одна веточка облысела. Не сломана. Нет следов повреждений вредителями. Нужно понаблюдать. В остальном полный порядок. Новые почки сверкают, как бусины. Но окончательно, конечно же, в успешной зимовке убедимся, когда они пойдут в рост. И еще один вид укрытия. Новый. Опробовала его этой зимой первый раз. И испытания прошли очень успешно. Подходит для любых по высоте и форме растений. Легкая в установке и хранении. Отлично защищает. Чуть позже покажу подробнее. Ель канадская пендула. Вторая зимовка у меня в саду. Саженец был слабый. С очень маленькой пересушенной корневой. За прошлый сезон корни нарастли. Но я решила подстраховаться и дать защиту от солнца. Мне так спокойнее и проще, чем потом восстанавливать пострадавшую хвою. Растение выглядит хорошо. Заметно окрепло и уплотнилось с момента посадки. На канале есть подробное об этом видео. Проблемы, как и были на нижнем ярусе ветвей. Есть оголение, засохшая, осыпающаяся хвоя. Думаю, что еле еще стрессует и ей просто не хватает сил одновременно укореняться и наращивать хвою. И дерево жертвует нижние ветки, чтобы выжить. Я очень надеюсь, что помогла ему, притянив крону. Вся верхняя часть кроны и макушка в порядке. Много новых почек. Есть очень похожие на шишки. И вот здесь я не знаю, радоваться или огорчаться. Появление шишек ждет любой владелец хвойного. Это очень красиво и добавляет декоративности и солидности. Но это может быть признаком, что растению плохо и оно торопится дать потомство перед гибелью. Возвращаясь к проблемам с нижними ветвями, картина не радужная. Надеюсь на лучшее, конечно же. И идем дальше. Сейчас поближе покажу укрытие. В землю по периметру воткнуты четыре гладких арматуры и на них в виде купола крест-накрест надеты металлопластиковые трубы. Скреплены между собой изолентой, но можно и стяжкой пластиковой. Сверху сетка или мешковина. Отработали на все сто процентов. Защитили растения от мокрого тяжелого снега, ледяного дождя, ураганного ветра и сушающего солнца. Для высоких узких растений и штамбовых форм вообще суперудобно. Легко осенью установила, весной разобрала и компактные для хранения. Ель колючая брайнек на штамбе. Первая зима у меня в саду. Поэтому укрыта от солнца. Внимательно осматриваю крону, нет ли подприваний внутри. Для таких плотных суперкарликов это больное место. Вычищаю все сухое, коричневое. После снятия укрытий у всех растений обязательно проверяю крепление к опорам. За зиму они могли разболтаться или наоборот впиться в кору. Ну что ж, теперь наблюдаем, ждем приростов и радуемся красоте. Подпишитесь на канал, будем делать это вместе. Спасибо за внимание и до новых встреч!